Дорогие друзья, вот и главное событие этого вечера, главный бой Джо Павло Родригес де Соуза, представитель Бразилии, и Михаил Одинцов, Республика Беларусь. Очень напряженный бой, весь зал в ожидании. Слышим, как трибуны скандируют имя Михаила. Ну что, бой начинается. Аккуратно раздергивают ребята друг друга. Хочу заметить, у Соуза больше, чем в два раза больше боев по профессиональному ММИ. Ну а также он на 11 лет старше Михаила. Два очень опытных бойца. Хорошо себя чувствуют в клетке. Обоюдные стопы. Попытка Бекфиста со стороны Соуза. Аккуратничают бойцы. В свою очередь Михаил Одинцов тоже имеет большую любительскую карьеру. А также обладает поясом WFC в легком весе среди профессионалов. Неплохой миддлкик, однако держит Соуза руку. И тут же Михаил пробивает в корпус. Бросается Соуза к Михаилу, однако он уходит от работы. И продолжает искать ключики к представителю Бразилии. Михаил Одинцов базовый борец. Мастер спорта по вольной борьбе. Также мастер спорта по боевому самбо. Чемпион мира по панкратиону. Но в свою очередь Соуза многократный чемпион и призер международных турниров по грэпплингу и бразильскому джиу-джитсу. Коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу. Не форсирует события, ребята. Неплохой левый боковой со стороны Одинцова. Он не спешит, форсирует события. И прихватывает ногу Одинцов. Довольно-таки забавно Михаил придержал ногу Соуза, однако не развил ничего из этого положения. Больше половины раунда прошло. Пока предпочтительнее смотрится Михаил. Постоянно меняет стойки, пытается разнообразить удары. И вот в размен идет Соуза, однако Михаил уходит от атаки Соуза. Неплохая атака со стороны Михаила. Однако мы видели, Соуза улыбается, показывает, что все в порядке. Никаких проблем он не испытывает. Оу, неплохое колено от Одинцова, однако Соуза прихватывает ногу. Будет ли попытка перевода в бартер? Неплохо держится на ногах Одинцов. Не получается у Соуза перевести бой в бартер. Михаил наносит отличные удары. И опять идет вязка работы у клетки. Отставляет ноги. И забегает за спину, начиная добивание. Теперь мы посмотрим на известную бразильскую школу джиу-джиса. Однако не спешит Соуза бороться. Пытается постоянно встать. В свою очередь Михаил Одинцов постоянно контролирует со спины. Наносит отличные колени в область ног. 10 секунд осталось у бойцов. И думаю, что раунд так и закончится в этом положении. И мы с вами увидим еще второй раунд. Ну что, в принципе, видно небольшое преимущество Михаила Одинцова как в стойке, так и в партере. Думаю, судьи отдадут раунд Одинцову. Видим с вами интересный момент, когда Михаил придержал ногу. Попытка Маваши с разворота. Пока, скажем так, достаточно ребята не форсируют события. Спокойно ждут момента, ждут чьи-то ошибки. Кстати, хочу заметить Соуза, обладатель пояса Колизеум Экстрим Файт в полулегком весе. Так что он тоже достаточно именитый боец. В профессиональном ММА. Отличную пару подобрали промоутеры этого турнира. Турнира NFG 14. Ну что, вот и второй раунд. Первым номером работает Одинцов. Отличный лоу-кик на прыжке Одинцова. Одиночными ударами работают бойцы. Улыбается Соуза. Видно, что не приносит ущерба ему эти удары. Мы посмотрим, что в свою очередь сможет продемонстрировать Соуза. Вот проход в ноги. Однако Михаил обставляет. Неплохо начинает добивать. Позиция гарда. И начинается вязкая работа. Хорошая у двоих бойцов борцовская база. Поэтому интересно будет следить за ними. Неплохие удары наносит Одинцов. Два-три удара прошло. Даже на минутку показалось, что Соуза немножко поплыл. Однако все в порядке. Он продолжает вязать Одинцова. Еще добивание пошел и теряется бразильский спортсмен. Оставалось немножко. До того, чтобы рефери смог остановить бой. Но, опять же, Соуза берет для себя несколько драгоценных секунд и восстанавливается. Чуть меньше трех минут остается до конца второго раунда. Пока ребята работают в партере. Но, если так и будет продолжаться бой, то рефери будет вынужден поднять бойцов в стойку. Но, вот, теперь мы видим активное добивание было со стороны Михаила. Однако, опять его вяжет Соуза. И время идет не в пользу бразильского спортсмена. Пытается выйти на болевой на руку Соуза. Однако Михаил достает руку и продолжает добивание. Очередная попытка на руку выйти от Соуза. Но Михаил в свою очередь добивает. Видим, уже разбит нос у бойца из Бразилии. Опять поднимается Михаил. И пытается наносить удары со стойки. Угол Одинцова подсказывает, что осталось полторы минуты до конца второго раунда. Ну что, дорогие друзья, мы с вами видим по-настоящему бой профессионалов, которые продумывают каждые мелочи. Ну что, и уходит Одинцов. Что-то случилось. Видимо, попал Соуза ногой в пах. И дается время Одинцову восстановиться, отдохнуть, прийти в себя. Так как это запрещенный прием. Но, как мне показалось, это было неумышленно. Поэтому вряд ли накажут рефери бразильского спортсмена. Ну что, и бой продолжается. 40 секунд осталось. Двойной Маваши. Достаточно сильно уже разбито лицо у Соузы. Однако, он не сдается, продолжает бой. Видим, как заряжается с разворота на удар. И отличный лоу-кик от Одинцова. 10 секунд. И прекрасный Маваши с разворота от Михаила Одинцова. Ну что, вот и на этом заканчивается второй раунд. В принципе, могу сказать, что второй раунд прошел, как и первый. Под диктовку Одинцова. Много добивал он в партере, контролировал. И думаю, тут не остается сомнений, что этот раунд забирает белорусский спортсмен. Видим с вами на повторах яркие события этого раунда. Ну и ждем заключительный третий раунд. Продолжение следует... Большое испытание для белорусского спортсмена против такого бойца, как Соуза. Хочу напомнить, что в его рекорде 37 побед, 19 выражений и 2 ничьи. Представляет клуб ТИМ Хикари. Третий раунд! Одинцов представитель Академии ММА Минск. 27 лет ему. И его послужной список 15 побед и 2 поражения. Вот и начинается третий раунд заключительный. Попытка лоукика, однако Одинцов все видит. В разных стойках стоят бойцы. Видно, что немного подустали, особенно бразильский спортсмен. О, и отлично левым боковым попадает навстречу Одинцов. Попытка миддл-кика, однако бразильский спортсмен пытается выйти на ногу. Но Михаил Одинцов грамотно уходит и продолжается бой в стойке. Слышим, как кричит Соуза, призывая, видимо, к бою Одинцова. Но Одинцов планомерно работает в свою работу. Извините за тавтологию. Опять же, видим, как Соуза призывает белорусского бойца, видимо, к размену. Еще один отличный правый прямой и бой переходит в партер. Похожая картина с предыдущими двумя раундами. И опять Соуза ногой попадает в пах Одинцов. Увидим, как он лег от боли и мучается. Публика негодует. Возможно, за это он будет наказан желтой карточкой, так как это уже второй раз. Возможно, за это он будет наказан желтой карточкой, так как он будет наказан желтой карточкой. Делают предупреждение рефери Соузе, но желтая карточка не была объявлена. Остается чуть больше трех минут последнего раунда. Отличный лоу-кик, уже не первый в эту ногу от Одинцова. И уже видим, как тяжело Соуза ходит на этой ноге. Потихоньку подбирается бразильский боец к Михаилу. Однако Михаил неплохо двигается на ногах и контролирует ход этого боя. Размен от двух бойцов и еще один отличный лоу-кик от Одинцова. Видели мы уже сегодня с вами, как бой заканчивался с помощью лоу-кика. Возможно, Одинцов тоже хочет попробовать добыть победу таким способом. Либо просто замедлить своего соперника. Ну что, остается две минуты и проход от Одинцова, перевод в партер. Видели мы с вами, как Соуза пошел вперед. Этим воспользовался белорусский спортсмен и перевел бразильца в партер. Ну что, опять мы видим с вами отличный контроль от Одинцова и добивание. Левая рука на горло! Народ! Положи на горло! Вот, вот! Перекрывай дыхание всегда! Перекрывай его так! Спокойно! Локтить и побей! Нужно быть внимательным в Соузе, так как уже не первый раз он наносил запрещенный прием в пах. Михаил обстукивает не только ногами, но и руками стопы бразильского спортсмена. И входит в добивание. Остается меньше минуты времени. Хорошо! Так же, Миша, так же! 50 секунд, так же работай! Спокойно! Пускай лежи! Бей, 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 пачкуай! Ну что, опять Одинцов ходит с несколькими ударами и уходит. Встает, встает Соузе и Одинцов набрасывается с несколькими ударами. Однако, Соузе все под контролем и он начинает идти первым номером. Отличный, захватывающий бой мы с вами видим, дорогие друзья. Очень грамотно работают два бойца. Видно, изучили друг друга. Но пока преимущество за Одинцовым и уже остается несколько секунд заключительного раунда. Ну что, бой окончен. Я думаю, что никаких сомнений и победа должна достаться Михаилу Одинцову. Но спешить не будем и дождемся решений судей. Для награждения я приглашаю Директора по международному развитию Федерации Панкратиона и смешанных боевых единоборств Вадима Кырняла. Также в клетку приглашается Скинделет Дмитрий. А также Чиф-маркетинг-офисер компании «Париматч» Андрей Бербах. На наших экранах интересные моменты этого боя. Пока судьи выносят свое решение. Дамы и господа, после трех раундов напряженного поединка единогласным решением судей победа на поединке держал Михаил! Одинцов! Ну что, поздравляем белорусского спортсмена Михаила Одинцова, всех его болельщиков. В главном бою вечера он одерживает победу над бразильским спортсменом Джоэла Павло Родригес де Соуза и добывает для себя 16-ю победу, свой профессиональный рекорд. В инорск. В инорск. Что это было? Профессиональный рекорд. Подписывайтесь на канал и посмотрите, как гуд marina, посмотри будем в Spanish-е агенте. Чуды? В инорск. В инорск. Это поиск, куда мы же не разбили, Прекрасно. И как всегда, впрочем, когда у кого-то поединок из наших с бразильцами, все говорят, что это неудобные бойцы, очень тяжелые, вязкие. Он и выходил, танцуя, потом взрывается. Расскажи твои впечатления об этом парне.